Всем привет! С вами Олег Соскин. На моем первом канале есть второй канал Соскиньюз. И сегодня у нас уже 8 апреля, пятница, 22 год, 44 день войны. Завтра уже полтора месяца войны будет. Война тяжелая, агрессия, геноцид, военные преступления против Украины совершается Белоруссией, Российской Федерацией. И, тем не менее, Украина уже достигла вооруженные силы, украинский народ, украинская армия. В общем, это величайший подвиг. Конечно, Зеленского роль надо тоже позитивно оценивать. Вот это то, что отбито по-любому северо-восточное направление. Три области освобождены полностью. Это величайшая победа, в том числе Киев, Чернигов, Сумы. А я думаю, то же самое с Харьковом должно быть. Надо просто резануть по этому Купянску и все. Собственно, это было бы правильно. И есть такие возможности, и силы есть. Но, может, я думаю, идут все-таки торги. Идут торги. В основе лежит вот этот... Путин, он же хитрый очень. У него два крыла эти сейчас. Песков такой вот голубь. А Кадыров, там Лавров наоборот такие агрессивные. Герасимов, там, клятву дал, что, типа, освободит... Ну, захватит, окончательно, типа, захватит Луганскую и Донецкую области. Плюс вот этот кусок Харьковской области, где Купянский зюм, где сдали, что даже два города. Предатели. Опять, вот везде предатели. Херсон предатель и это. Зеленский, кстати, где Баканов? Правду говорят, что он снял квартиру там, сказал, что это не его война, что он в Германии там снимал квартиру Зеленский. Потом во Львов вернулся. Правда, неправда? Ты ж нас как-то информируй. Про записку Абрамовичу ты ничего не говоришь. Что Абрамович был в минских переговорах с самого начала, ты не говоришь. А Абрамович, он с Могилевичем связан и с Фиртышем, и с Ахметовым, и, соответственно, с этим, блин. Как он называется, этот... Ой, партнер этого Ахметова, который так любит московскую кгбистскую церковь. Новинский с бородой, да, тоже офицер КГБ. Сколько у тебя их, вокруг тебя их все, Слава Зеленский. Как тебе, как тебе вживется, как ты вообще выдерживаешь это? Там же кислорода нет, это же просто невозможно с ними находиться. Ну, конечно, трагедия произошла в Краматорске. Специально это сделано, однозначно. Это демонстрация такого же удара, как было по обладминистрации сделано, чтобы Кима убить, Николаевской, его запугать и уничтожить его ядро, когда они ракетой попали. Обязательно есть наводчики, обязательно есть предатели. Также в Краматорске сделано, когда люди собрались мирные, чтобы выезжать. И также было сделано по Явровскому полигону, когда ударили, там люди спали иностранные представители региона и так далее. Вот, много ж погибло тогда людей, очень много погибло. И как раз в это же время Байден был в Польше. А по Николаеву ударили тоже по полигону, там тоже погибли, известно тогда, в этих казармах и так далее. То есть, это говорит о том, что очень высокий уровень предательства наводчиков. И они находятся везде в окружении. И у Кима, значит, они есть. И вот там в Краматорске были. То есть, они знают, знают, знают и точно дают информацию. Наверное, в Укрзалезнице есть вот этого, который там рассказывал, что для Украины не будет плана маршала и так далее. То есть, везде есть предатели. Везде они есть и они делают это специально. Поэтому, ну, такая жизнь. Никто же вообще не думал, что вообще такая война геноцидная может быть. Что вот это звери такие. Ну, а сегодня же, как известно, приехала Урсула, это фон Дерляйн, которая фактически премьер-министр Европейского Союза. Она приехала с Брелем, этим министром иностранных дел. Там еще целая огромная делегация. Вот это, то есть, Путин, он же лично отдает эти приказы. Он показывает, что он делает с Украиной, а в разы будет больше делать с странами Европейского Союза и НАТО. То есть, он им демонстрирует, что если он так с Украиной поступает, то что же он будет с ними делать. Поэтому он им показывает, что их ждет. Там же у него есть следующий этап плана, правильно? Он же говорил, что у него ледокол, что его новые свершения преступные, бандитские еще впереди. И он четко сказал, что если НАТО не отступит за границы временные 97-го года, то тогда он будет защищать свое жизненное пространство. Он будет его защищать. У него Польша, Литва, Латвия, Финляндия, Эстония, Швеция. Это как раз он считает, что это зона влияния. И вот как это Петр Первый прорубил окно в Европу. Отсель грозить мы будем Шведу. Поэтому у него все продумано. Он все четко, четко, четко проводит линию. Он же еще не отомстил за Северный поток-2. Калининград Калининградом, но он же еще за Северный поток-2. Теперь надо будет за Северный поток-1 отомстить. Он же должен отомстить, правильно? Еще Норвегию достать обязательно. Поэтому Столтенберг так и старается. Его предупредили, что Норвегия тоже может пострадать. Так он потом, чтобы уже, как говорится, там, чтобы Путин не сильно на Норвегию наступал. Теперь смотрите, что получается. Ну, спасибо очень большое за поддержку канала, конечно. Большое вам всем спасибо. Вот. И очень интересные, как всегда, вопросы. Вот, например, Евген Литвинчук задает вопрос. Добрый день. Как вы думаете? Ну, соответственно, поддержка дана. А реальный ли курс доллара к гривне? Ну, вот, Виктор Руд тоже, вподобайка, тоже, как бы. Ну, то есть, постоянно идут вопросы такие. Руслан Афанасьев там вообще прекрасно написал. Написал так, говорит, что типа ФБР же появилась теперь информация на их сайте, что снова ФБР ищет Могилевича. То есть, видите, как это, то есть, она появилась, то она не была. Ну, им бы надо дописать Могилевича Шнайдера еще, понимаете. Вот, я, это такой, там у них есть вот этот же FBI.gov, там, рысочка, это вертикальная, wanted, say, Семен Могилевич. Так что, то есть, процесс идет. А раз Могилевича они вставили, значит, Фирташ там будет. А раз, не зря же премьер-министр Австрии сюда, к Зеленскому приезжает. Вот, и там же будет терка, потому что надо Фирташа отдавать Америке. Видимо, надо какие-то концы тогда зачищать. И много же собственности, аммиачные заводы в Украине. Азоты эти у Фирташа, и облгазы. Там целые вопросы, там столько вопросов, что... А если он еще руководство Австрии финансировал, политические партии, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А он же, а он финансовый мозг, он, и еще Саша Левин есть тоже, где Левин, никто не знает, да? Лауреат премии Хаббада. Это ж мозговые центры Семы Могилевича в Украине. Ну, Медведчук это тоже ж, и эти самые суркисы. А-то все-таки кто там говорит, как его говорят Олегович, то ли Таранов, то ли не Таранов, то ли еще как-то. Там их не поймешь, там они все время меняются, там как в барабане. Там, так как это было, помните, колесо этого, выпадали эти шарики с порт-латот. И сейчас так крутится, какой шарик выпадет, с каким номером, никто ж никогда не знает. Так вот, смотрите, что получается. Вот, поэтому давайте про гривню. Я считаю, что курс гривни сейчас реальный. Более того, идет укрепление евро и доллара. Правда, нельзя там... Ну, там есть, как бы, некоторые разрешения есть по валюте и так далее. Достаточно они, как бы, скажем, либеральны для того периода, в котором сейчас Украина находится. Достаточно либеральны, и это хорошо. То есть, хотя, конечно, огромный долг у нас государственный, внутренний, внешний и гарантированный. Но, тем не менее, как бы, я считаю, что это реальный курс. И более-менее... Сейчас очень важно, вот сейчас народ начал возвращаться. Это тоже хорошо. Люди возвращаются, естественно. Во-первых, они прекращают финансировать те страны, где они же находились. Правильно? То есть, они там тратили валюту. Они сюда возвращаются. Поэтому, естественно, ну, они там потратились, но все равно, что много денег все равно сюда идет. Естественно, ну, конечно, большая их часть пока в свои области не вернется, вот эти крайние. Но, прямо скажем, то есть, я считаю, что Чернигов, Суммы, вот этот северный весь пояс, он уже стабильный. Он стабильный. Там надо минировать границу, там надо ставить ПВО, там надо ультиматум этому ставить Лукашенко, чтобы ни одного российского сапога-оккупанта не было, ни одного этого, ракеты и так далее. Это сто процентов. Вот это и Южная, Восточная, то есть, Западная Украина, это уже вот это фактически как две трети. То есть, по сути, до Днепра это уже, по сути, Кривой Рог, там вот это уже, я думаю, что это уже та часть Украины, которую топтать сапог московского оккупанта не будет, не будет. Я думаю, что должна быть отбита Харьковская область. Харьков будет тяжело, но отобьют, если предательства не будет. Я считаю, есть все возможности отбить Южный пояс, в том числе Мариуполь. То есть, фактически вот эта часть вся может быть восстановлена по полной программе контроля. Но пока понятное дело, надо людей, сейчас шмигалят, много зависит от правительства, дать людям возможность спокойно заниматься бизнесом, самим себя. То есть, снять все ограничения, просто заявочный принцип, фопа, вот тут 2% с оборота и все. Уберите, но надо НДС убрать, надо его уменьшить до 3%. Все. И уменьшите этот налог на людей. Сейчас самое это главное. И люди будут нормально. Где деньги брать? Есть одна проблема. Есть проблема, надо 168 миллиардов, там вот какой-то есть период в 2022 году, погасить. Это порядка 5 миллиардов евро. Экономисты там неплохих, там этот Кущ, правильно все говорить, там налоги уменьшить. Ну, она говорит, форс-мажор, это проценты не пойдет, номер не пройдет. Тут вдруг прорезалась голос величайшей этой самой финансистки Наталки Ересько. Она уже натворила делу вместе с Яценюком после революции гидности. Теперь этот революционер Яценюк опять, этот главный мозг стены. Там уже говорят, была бы стена, так было бы хорошо. Вот этот, да, величайший патриот всех времен и народов, Яценюк, а где он? Откуда он это самое, так сказать, постоянно нам учит, это тоже же интересно, да? Так сказать, ребенок этого Кучмы, Пинчука, Медведчука и всех остальных. Они же, при нем же, при них же он появился, правильно? То есть, не было, не было их, не было их, не было и этого самого. Он же даже там был одно время в Крыму, был там министром экономики или кем-то. Ну, ладно, не будем о грустном, да? Но вдруг Наталка Ересько прорезалась. Это, которая реструктурировала этот страшный долг, что теперь платим, платим и платим. Тоже в Пуэрто-Рико она сидит, теперь она сюда захотела. Опять, говорит, я там столько могу наделать, иди, Наташа, как говорится, пешим лесом. Вот это иди себе там, котелок себе повесь туда, как говорил, и пешим лесом иди. Чтоб тебя тут и не было. Ты уже наделала нам, специалистка ты. Еще одна нашлась. У нас есть свои. Нормально, мы с тебя обойдемся. Еще нам тут тебя не хватало. Мало Яценюка, еще тебя надо, конечно. Конечно, поэтому, понятное дело, что обойдемся, как говорится, без этих советчиков. О чем речь идет? Речь идет сейчас о чем? То есть, надо 5 миллиардов евро. Я считаю, я уже сказал про Великобританию. Я считаю, что, то есть, пока все более-менее стабильно. Правда, с пенсиями, вот, ну, у меня 17-го пенсия, я должен за апрель получить. Но многие говорят, что вот у них раньше были, там, 4-го апреля, все, что что-то там, какие-то задержки пошли. Мартовская пришла раньше тогда, и пришла там с индексацией. Но я вас буду держать в курсе, придет ли за апрель, потому что, ну, до 17-го еще время есть, конечно. Пока только, собственно, 8-е. Но какие-то, вроде, какие-то там у них нестыковки. Ну, будем надеяться, что Шмигаль понимает же, чем это ему грозит, если пенсионеры не будут вовремя деньги получать. 11 миллионов человек. Вот, что может с ним случиться, да? Он же тоже хочет до пенсии дожить. Там он, там, эта девочка Минэкономики, там, министр финансов и так далее. Но, что надо делать? Я считаю, Великобритания. Надо создать прикамине, ну, только умных. А то появилась информация, что опять берут вот этого хлопчика, который возглавлял и Укрексимбанк. Там он такое лепил, там, как бы, такая у него была, как бы, лексика такая, жесть, так. Это где-то такое, уголовника нижнего звена. Что его хотят сделать, там, замминистром, вот, у этой девушки Минэкономики. Ну, понятно, что она там в экономике, конечно, еще та специалистка. Ой, ну, может и специалистка, сейчас не поймешь. Так вот, смотрите, что надо. Надо 5 миллиардов евро. Ну, вот есть Великобритания. Я считаю, с Джонсоном не работают. У него есть министр финансов, все. Вы создайте какую-то общую группу, Зеленский. Подпиши с ним общее соглашение. Ну, там, с Польшей, там, это, то, 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 все такое, это далеко, это тройственный союз. Подпиши соглашение. Создайте группу, какую-то консультационную, стратегических отношений. Ну, там же есть, Кулебар знает. Только еще более высокого уровня. С поляками когда-то было классное. При Кучме мы ему эту модель разработали. Отличная была модель. Может, сейчас тоже сделаете. По аналогу Польши есть там, это все документы эти разработаны. Вы два сопредседателя, два премьер-министра, ваши заместители. И министры, обязательно министр финансов, обороны, иностранных дел. Вот. И создайте, и каждая пусть подготовит план действий. Что надо. И на банковском уровне. Обязательно это надо сделать. Наш глава Национального банка и их там, там, у них как-то по-другому немножко. Но не важно. Соедините это все. И проработайте вопрос, что под гарантией Великобритании Выпускаете военные евробонды. Ну, на 15 лет. Смотри, у них сегодня учетная ставка их Центробанка, там, или как он называется, 0,75%. Россия сейчас рапортует, что она уменьшила их Российский Центробанк до 18%. Слышите? А тут 0,75%. И Путин еще что-то там рассказывает, что он такой крутой, что у него такая экономика, А что они будут что-то там пилить, делать это. То есть, полный бред. Полные аутсайдеры. Просто их бы давно уже закатали в асфальте, если бы у них не было ядерного оружия и ракет. Это Северная Корея. Это Ким Чин Ын номер два. Что Путин, что Ким Чин. Это одно. Только я не знаю, Путин ест этих собачек. Ким Чин Ын любит этих собачек. Там он их бьет. Потом это, чтобы мясо было. И потом ему там его обрабатывают, делают. И он кушает. Может, Путин тоже. Может, Путин как-то по-другому. Московскую колбасу ему, говорят, бьют. Жириновского. Он уже сейчас сказал, надо угостить этой колбасой. Правда, неправда. Врут, может. Так вот, смотрите. 0,75. У них рейтинг долговой у Великобритании. Фич им поставил АА-, а модис АА-, а маленькое 3. То есть, это практически самый высший рейтинг. Это отличный рейтинг. Они размещают свои евробонды под процент от 0,8 до 2%. Зеленский, представляешь? Ну, пусть под нас разместят, ну, под 3,5% годовых. Это ж кайф. То есть, договоритесь о выпуске. Их пусть банки будут, ну, правительство Великобритании, гарантом на 5 миллиардов евро, военных облигаций Украины на 15 лет. Под 3, ну, пусть под 3%. Лучше 3%, чем 3,5, конечно, под 15 лет. И воззять английские банки, которые выступят теми, кто разместит эти евробонды. Может, они сами их и выкупят. И все. Зеленский. Это такая, это ж абсолютно просто сделать. Абсолютно. Что такое 5 миллиардов? Вот, скажи, первая серия 5 миллиардов, а потом еще 5 миллиардов. Только фунтов стерлина. Не евро. Она 5 миллиардов фунтов стерлина. Зеленский. Вот и все. Вы покроете эту дырку, которую надо выплатить. Потому что надо ее покрыть. Ее надо покрыть. А потом еще каждый раз на 2 миллиарда евро, на 1, на 1,5 выпускать будете. И все. И все. И мы до конца года, так сказать, эти все вопросы. А потом им отдавайте под эти облигации. Отдавайте им эту газовую нашу систему, эту концессию. Или консорциум с ними сделайте. Или синдикат сделайте. Или картель сделайте. Отдавайте им наши военно-промышленные заводы. И так далее, и так далее. Но все равно нам уже сами мы это не потянем. Уже все. Все уже. Ну, понятно. Тут надо войной. Невозможно заниматься и войной. С такой мощной, каннибальной, агрессора страной. И экономика. Дайте надо Великобритании. С удовольствием сюда. И Ирландия придет. И Уэллс придет. И Шотландия с удовольствием придет. И англичане придут. Вот так будет. И введите параллельное обращение фунта стерлинга. Вот и все. Прямая, чтобы была курс гривни к фунту. И введите валютный комитет к фунту стерлинга. Вот так будет. Зеленский. Ну, может, у тебя там нет людей, которые в этом что-то понимают. Ну, можно же найти. Есть люди, которые, я думаю, может, Савченко Саша тоже мог бы проконсультировать, если бы ему это интересно было. Может, еще кто-то. Ну, короче, это не является какой-то сложной проблемой. Тем более, в Великобритании вроде нормальный этот посол сидит, бывший министр иностранных дел. Кулеба тоже вменяемый. Поэтому быстро у него голова работает. То есть, в чем проблема, Зеленский? Сделайте. Сделайте такую простую вещь. И тогда у вас практически мы выйдем из этого очень тяжелого финансового капкана. Тупика этого. И люди будут, и нормально в себе все чувства будут. И тогда средний класс, народный капитализм надо развивать. А для Великобритании это тоже в кайф будет. А почему нет? А потом надо с ней подписать. Зачем столько стран-гарантов, Зеленский? Достаточно одной Великобритании страны-гаранта, и что она закроет нам небо и поставит свой ядерный зонтик. Одной страны достаточно, Зеленский. Не надо никаких не восемь. Турция, слышишь? Турция-гарант. Какая Турция-гарант, Зеленский? Германия-гарант. Он танков сто штук не могут дать. Гарант. Или Франция-гарант. Ну, еще Италию можно взять. Они тоже вроде хотят. Вот тебе и все. Возьми Великобританию и Италию. Там банки шикарные тоже. Они с удовольствием наши будут военные облигации покупать. Зеленский. И все. Вот тебе два гаранта вот так с головой нам хватит. Ну, делайте что-то. Делайте, то есть, как-то делайте что-то такое, чего от вас не ждут. Что вы все время делаете какие-то такие вещи, которые, ну, чисто примитивные. Как будто вот, как будто у вас мозга нет. Ну, это так тяжело, конечно. Ну, ладно. Вот такие вещи хотел бы зафиксировать. То есть, считаю, что есть у нас все возможности Украины, чтобы выйти из этого финансового капкана, тупика и так далее. Тем более, Российской Федерации, Путин их ведет, как говорится, в пропасть. Это, он как этот самый, они за ним идут, он как матка саранча. И всю эту саранчу он ведет туда прямо в пекло, в огонь. Потому что, ну, он правильно кто-то сказал. Гудков, кажется, выступает, берут у него интервью. Но он, что он знал этого, знает Путина этого. Так он говорит, что Путин, когда слышит политик, на макроэкономические разговоры, на макроэкономическую тему, у него он входит в какую-то просрацию. Надо Иларионова, кстати, спросить. Он как раз, я был советником у Кучмы был в 98-м году. Его, ну, штатным, я подчеркиваю, ключевым советником по макроэкономических политэкономии. А Иларионов как раз был, если я не ошибаюсь, у Путина. Поэтому он-то может про Путина в этом плане очень много рассказать. Потому что, ну, там по-любому был какой-то контакт. Поэтому он может рассказать, как Путин себя ведет. Потому что Путин в политэкономии, финансах, он вообще, как говорится, даже похлеще нашего Зеленского в этом плане. И я думаю, что его сейчас зомбирует этот самый, как его, Белоусов. Этот такой, типа, во втором поколении экономист, кибернетику заканчивал. И они там с набиурленной, они на пару его обрабатывают, этого Путина. Они ему рассказывают эти всякие басни про государственный социализм, про реформу Касыена, про Советский Союз. Еще про какую-то хрень. И он этому всему верит. И они, как эти самые, в Индии, говорят, есть вот эти, которые на трубочке, на сопилке играют. А Кобра тогда стоит, и она так туда-сюда ходит, туда. Вот это они меняются с этой набиурленной. То она на сопилке играет, то на трубочке, то Белоусов. А Путин стоит, как Кобра, и не кусает их, потому что он думает, что они же ему правду впаривают. А он же не понимает, что это утописты, это Фатамаргана. Ну, пойди им объяснить. Говорят, вот рубль укрепляется. Конечно, укрепляется, никто валюту не покупает никого. Она никому не нужна, понимаете? А если она никому не нужна, то зачем же ее покупать? А теперь хорошо, очень классно на этом делать гешефты, потому что кто имеет, кому валюта нужна? Самому близкому окружению Путина, правильно? Поэтому они теперь очень дешево за абсолютно деревянные рубли туалетную бумагу. То есть сегодня реальный курс, один американский доллар, это минимум 150 рублей российские. Это минимум, может 200. Теперь уже даже и не поймешь какой. Ну, реально, что не 73, не 78 и так далее. Ну, то есть реально 150, где-то до 200 рублей. Вот такой курс. И поэтому, естественно, вы представляете, какой гешефт можно делать, если ты имеешь доступ к этим рублям и к валюте. То есть у тебя есть рубли. Говорят, бери, я себе еще напечатаю. И вы можете на валютной бирже московской покупать по разрешению Мендельсона или как там его премьер-министра. Вы можете, он там пишет, кому записки, кому продать. Как Звигельский в Украине был тогда первым замом у Кучмы, премьер-министром. А потом, когда Кучму убрали, он ушел в отставку, типа, его отправили. Звигельский исполнял обязанности. Так он вот это по его распоряжению продавали тогда по определенному курсу, очень такому выгодному. Вместо купона карбованцев можно валюту было купить. Вот это сейчас то же самое в России происходит. Поэтому вот и там брехняшу, там они Европу поставят на колени. Это полный бред. Это полный бред. Я вам сейчас маленькую дам по нефти зарисовочку еще. Вот сделаю сейчас отдельный такой маленький сюжетик. И расскажу вам про это более подробно. Вы на канале Олега Соскина. Подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно поддерживайте канал. Это очень хорошо, что вы поддерживаете Олеговича. Вы поднимаете мне настроение и прочее. Мне интереснее становится работать. Задавайте вопросы. Вот в таком ключе. Когда поддерживаете, я с удовольствием буду на них отвечать. Все доброго. Ну и до новых встреч.